В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье, и со мной военно-политический эксперт Алекс Гальсекер. Алекс, мы уже говорили про выступление нашего Роман Каля, то есть начальника генерального штаба, в котором он сказал, что на юге нас ожидает большая проблема в связи с объявлением аннексии территорий. Палестинская автономия угрожает, что они распадутся и аннулируют все связи с силовыми структурами армии обороны Израиля. Палестинская полиция и служба безопасности не уничтожают, но захоранивают документы, так все это звучит очень грозно. И, в частности, в Газе тоже начинается возня, то есть, конечно, Газа не захочет остаться в стороне Хамаса от такого фестиваля. И начальник генерального штаба высказывался буквально, что нас ожидает в ближайшее время война в Газе. Вопрос мой достаточно прост, но в то же время достаточно сложен. Будет какой-то, извините за такое слово, хипиш в случае объявления аннексии? Или все пройдет так, как прошло, например, с объявлением Иерусалима, столицы Израиля, когда обещали, там, Хамас кричал, что небеса развертнутся, огонь зальет сионистского агрессора, там, и так далее, и так далее. Что нас ждет? Во-первых, несколько дней назад, то есть, выступление начальника генерального штаба состоялось сразу после того, как в Газу поступило несколько десятков миллионов долларов из Катары. Как опять? Да, опять. Хотели вот как лучше, получилось как всегда. И это на самом деле то, что в результате, на мой взгляд, не позволило Хамасу, как вы сказали, устроить хипиш после переноса посольства в Иерусалим. Хотя обещали много всего. Это, конечно же, сдерживающий фактор. Это фактор, который позволяет Хамасу демонстрировать внутри сектора газа себя, представлять себя как структуру, которая влияет на благосостояние населения там. Альтернатива вот этой вот раздачи денег – это голод, холод, отсутствие электричества, отсутствие топлива, разруха на несколько лет вперед. Нестабильность. Если начнется военная операция на территории сектора газа, то при нынешнем правительстве, в котором каждый будет пытаться доказать, что он самый боевой генерал, а у нас их теперь много в правительстве. Да, он же генералов у нас. И поэтому, надо сказать, что военно-политический кабинет, я думаю, что будет достаточно агрессивен. Более того, у нас и оппозиция не очень миролюбивая сегодня. У нас в оппозиции сидит Эвиктор Либерман, который, будучи министром обороны, был единственным, кто, так сказать, настаивал на проведении масштабной операции в Газе. Естественно, сейчас, если вопрос такой возникнет, скорее всего, оппозиция поддержит правительство для того, чтобы, так сказать, проводить эту операцию. Поэтому тут, скажем так, сразу несколько сдерживающих факторов, которые будут влиять на решение Сануара и Хании в Газе, прежде чем начать массовые беспорядки и уж тем более спровоцировать Израиль на военные действия. Во-первых, денег из Катары не будет, во-вторых, будет серьезная военная операция, которая, в общем-то, оставляет мало шансов в ближайшие годы Хамасу представлять себя как структуру, которая борется за благосостояние мирного населения в секторе Газа. По причине отсутствия этого самого благосостояния. И я думаю, что выступление и заявление Ариева Кухави – это часть, так сказать, такой вот предупредительной акции. Я думаю, опять-таки, я могу ошибаться в конце концов, но мне кажется, что в этом, собственно, дело… То есть предупредительный выстрел, то есть следующее будет на поражение. Но, но, да, давайте так, мы же на Ближнем Востоке, мы все было бы просто, если бы действительно решение деятелей, которых я упомянул, Хании и Сануара, они были бы продиктованы только логикой. Да, это было бы действительно так. Но поскольку, кроме логики, есть еще эмоции, есть еще, так сказать, уважение, да, то есть собственное достоинство, да, которое чаще… Так как они его понимают. …чаще, чаще находится выше логики в нашем регионе, оно может привести к чему угодно. И Кухави, когда выступал, я слушал все его выступления, он как шахматист, да, то есть он сидел перед шахматной доской, у него на правом фланге Сирия, Иран, Турция, Россия, у него на левом фланге Газа, Египет, Саудовская Аравия, Катар и еще ряд, так сказать, в этой связке. И вот эти фигуры передвигаются. И общий итог партии, он не зависит только от действий на одном фланге, он зависит от действий на разных флангах. И тут, с вашего позволения, я на секундочку заскочу на север, на наши северные границы, потому что это взаимосвязано, вне всякого сомнения. У нас в течение последних двух дней прошли как минимум три воздушные атаки на объекты на территории Сирии, которые сирийцы, так сказать, отнесли к действиям израильтян. Израильтяне как-то не отрицали этой информации, но не подтверждали. Но надо полагать, что Сирия сегодня располагает теми средствами, так сказать, отслеживания ситуации, поставленными российскими друзьями, коллегами, которые дают нам достаточно, ну плюс еще понимание, так сказать, ситуации в регионе. Есть основания доверять сирийским сообщениям о том, что атаки были произведены силами ВВС армии обороны Израиля. Но в этих же сообщениях прозвучало, что доблестные силы противовоздушной обороны Сирийской республики сбили практически все. Это уже не имеет никакого значения. Поэтому откуда там руины на... В сети полно видео, которые снимали сирийские граждане со своих мобильных телефонов, где ясно видно, кто кого побил в этой схватке. Видно даже, что было атаковано непосредственно. Судя по тому, что после каждой воздушной атаки в результате звучало еще много очень сопутствующих разрывов непосредственно на месте, так сказать, в месте попадания ракеты, выпущенной из самолета, судя по всему, взрывались склады. Вероятно, ракетные склады на территории Сирии. Израиль сделал все для того, чтобы дать понять, что, так сказать, атаки на сирийской территории, они направлены против иранских объектов. Иран со своей стороны, да, и тут на самом деле на этой шахматной доске появляется еще одна фигура, назовем ее коронавирус. И это мы тоже сейчас сюда приплетем, потому что у Ирана сейчас достаточно много проблем. Одна из основных проблем Ирана – это коронавирус. Вот на фоне всех проблем, которые у него есть, плюс коронавирус, сегодня пытаться как-то разрулить ситуацию в Сирии, при том, что Россия четко дает понять, свои объекты к месту расположения наших войск не приближать. Не приближать. Был же случай, они там чуть ли не под забором. Совершенно верно. Иран со своей стороны пытается то, что называется, наглеть, потому что как только израильтяне или кто бы то ни было, то есть молдавский спецназ будет атаковать иранские ракеты, которые находятся в непосредственной близости от месторасположения российского контингента на территории Сирии, возможно, жертвы, возможно, какая-то ошибка, в результате которой придется снова договариваться России и Израилю. На сегодняшний день понимание существует о том, что Израиль не атакует сирийские объекты, Израиль атакует на территории Сирии иранские объекты и объекты Хизбаллы. Россия со своей стороны делает все для того, чтобы эти объекты не находились в непосредственной близости к территории, которую занимают российские войска. Россия официально помогает Сирии бороться с ИГИЛом на сирийской территории. На самом деле так оно, скорее всего, и происходит. Иначе зачем еще? Понятно, что преследуется еще ряд цель влияния на территории Ближнего Востока. Ну и так далее, и тому подобное. Но Иран, со своей стороны, пытается спровоцировать Израиль на какие-то действия, которые так или иначе вмешают в ситуацию. Ну, то есть столкнуть Израиль с Россией. Израиль с Россией, совершенно верно. Россия со своей стороны делает все возможное для того, чтобы оставаться влиятельной фигурой на территории Сирии, по крайней мере. Во всяком случае, во всем, что касается борьбы с ИГИЛом. А Израиль вынужден между капельками дождя как-то здесь проходить. Отсюда и вот такие вот массовые, я думаю, да, что вот эти вызванные такие массовые атаки. Дело в том, что Израиль когда атакует, он атакует сразу во многих местах. Во-первых, это потому, что, знаете, как говорят, семь бед, один ответ. То есть, если даже в каком-то из объектов действительно произойдет какая-то ошибка, и в результате атаки пострадает кто-то, кто не должен пострадать, это будет частью атаки на иранские объекты, и только в какой-то, один из маленьких элементов этой атаки, он прошел, так сказать, не совсем точно в цель. Поэтому отсюда, я думаю, что в первую очередь этим вызвано вот такое вот массовое атака, потому что было три атаки за последние два дня. В результате каждой из них в нескольких десятках объектов действительно взрывались оружейные склады. Это первая причина. Вторая причина – это то, что Иран тоже, находясь под давлением всего этого, плюс коронавирус, с которым нужно бороться в результате, потому что страна катится с большой скоростью, и, в общем, просвета в этом смысле не видно. Отсюда и бюджетные проблемы, и много-много всего прочего. Плюс санкции, с другой стороны, падение цен на них. Естественно. И поэтому оставаться-то в Сирии нужно, потому что это какой-то оплот иранского присутствия в регионе, как военной структуры, как военной державы, если хотите. Но они это делают, больше не складывают все яйца в одну корзину. То есть оно распространяется на территории Сирии, эти военные склады, очень маленькими, скажем так, нет огромных складов иранских ракет на территории Сирии, нет огромных заводов, где по иранским технологиям производятся ракеты. Есть небольшие предприятия, есть небольшие склады, но их много. Их много, и этот маленький склад очень легко разместить в непосредственной близости с российским контингентом. Поэтому как бы возникают проблемы. Но Израиль, в общем-то, выиграл, если можно уже промежуточный итог подводить, в этой войне на истощение Израиля и Ирана на территории Сирии, Израиль, в принципе, побеждает. Иранские атаки на Израиль были предотвращены, их было несколько, они были предотвращены. Израильские атаки на иранские объекты на территории Сирии практически все прошли достаточно успешно, за редким исключением, может быть, где-то что-то было не доведено до ума, но, так сказать, потом это было исправлено. Поэтому я думаю, что в этой войне на истощение, которую Иран объявил Израилю на территории Сирии, все-таки Израиль побеждает. У нас терпения больше, в том числе и финансового. Поэтому мы там вроде как побеждаем. И вот теперь возвращаемся на юг, возникает некий вакуум. Исламисты, а тут не должно быть никаких иллюзий, то есть если мы говорим о действующих лицах здесь, то, естественно, Иран, понятно, Исмаил Хания, Ехи Сануар, пойдем дальше, Раджип Эрдаган, они все исламисты, их ненависть к Израилю, она абсолютно искренняя. Тот, кто пытается найти какую-то логику в том, что они действуют против Израиля для того, чтобы вызвать определенную реакцию, они все действуют против Израиля абсолютно искренне. Их ненависть к Израилю, к евреям, она, к сионистам, она абсолютно искренняя, она проходит изнутри. Они на самом деле не маскируются под кого-то, они такие и есть. Так вот, в этом вакууме, когда Иран уходит на второй план, естественно, возникают новые фигуры. У Эрдагана свои проблемы, да, то есть и свои задачи. Эрдаган строит новую Османскую империю, не такую большую, он, конечно, не претендует, так сказать, завоевать всю территорию, которая была, но с точки зрения влияния Турции на ситуацию в регионе как минимум и в мире как максимум, он, безусловно, претендует. Он уже себя вот видит в качестве этого императора и все для этого делает. По крайней мере, с точки зрения турок, то есть он уже император. То есть они не знают, что на самом деле страна весьма второсортная, да, и экономика очень дряблая, но он уже для них император. А теперь ему нужно быть императором еще и для других стран. Я не знаю, что здесь иллюзии, а что правда, потому что он, с одной стороны, в общем, хочет быть императором, с другой стороны, со своего императорского плеча он 12 или 15 миллионам курдов, есть разные данные, как бы, он даже клочок земли не готов предоставить. Так император себя не ведет. Умный император. Умный император. Но, тем не менее, мы сейчас отдельную тему затронули. Так вот, в этом вакууме, который возникает, естественно, появляются фигуры и у каждого свои амбиции. В этом вакууме появляется Эрдоган, который хочет быть императором. И в этом вакууме появляются лидеры Хамаса в секторе Газа, которые говорят, э, так теперь же место свободно. То есть теперь мы будем самые большие ненавистники. Теперь мы будем играть эту роль. Так вот, возвращаясь в самое начало, если бы все было логично, они бы сидели и поедали спокойно конфеты, которые приходят из Катара и ждали бы, пока Абумазан помрет. Вот до этого момента. Ну, логика-то здесь отсутствует. Поэтому в этом вакууме они захотят праздника. Праздника на своей улице. Праздник на их улице, он вот где-то вот между, вот на этой тонкой грани, между получением дотации из Катара, но при этом, чтобы еще продолжало топливо идти из Израиля. И желательно, чтобы не бомбили. Потому что народу, в конце концов, это не понравится. И потом восстанавливать будет дорого. Уже не очень-то получится народу раздавать деньги. Эти деньги нужны будут для того, чтобы восстанавливать инфраструктуру и так далее и тому подобное. Поэтому на ваш вопрос, будет кипиш или не будет кипиш, я думаю, что не будет. Я думаю, что в результате деньги победят в этой истории. То есть как там, секундочку, бабло всегда побеждает зло. Ну, типа того. В результате, дело в том, что в Газе никто не планирует на дальнюю перспективу. Им тяжело очень это делать. Поэтому в короткой перспективе они держат свою власть благодаря катарским деньгам. Прежде всего. А если, так сказать, действительно заглядывать вперед, всякое может быть. Много же не нужно. Давайте вспомним, как возникали вообще эти конфликты. Ну, что там, 2-3 ракеты запустили? Совершенно верно. То есть это пустяк, на самом деле. Собрались 200 человек у забора. Плюс пару ракет запустили. И все. И на этом, так сказать... Тем более, что шарики, они уже воздушные запускают. Совершенно верно. У нас же нет мирного сосуществования. У нас есть состояние не войны. Так назовем это. Так вот, из состояния не войны перейти в войну очень легко. Нет никаких соглашений. Это с Египтом немножко сложнее. Там какие-то соглашения все-таки подписаны. Тут же появятся 5-6 мировых лидеров, которые скажут, э, флажок суди на линии поднимут. И скажут, тут положение вне игры. Между Газой и Израилем хоть что угодно может произойти в любой момент. И действия обеих сторон мир признает правомерными. Потому что эти-то борются за свою независимость, а Израиль свои обязательства по поводу Газа выполнил. То есть деньги поступают, топливо поступает. За деньги, правда, не бесплатно, но поступает, и граница абсолютно всеми признана. Поэтому любые действия на этой границе будут признаны правомерными. Так что тут я склоняюсь к тому, что еще какое-то время, я имею в виду перспективу в год, может быть, даже и больше, я думаю, что деньги будут побеждать. Опять-таки, это относительная тишина. Мы ведь сегодня уже, что мы считаем сегодня тишиной? Воздушные шары, которые, так сказать, жгут наши поля, особенно в эту жару, мы уже считаем тишиной. То есть мы не считаем это нарушением каких-то норм. Мы уже к этому пришли, да, то есть, к сожалению. Но так оно и есть. Пара-тройка ракет, которые никуда толком не попали, это, в общем, тоже не считают. В результате которых пострадают тайландские рабочие, которому просто в поле некуда деваться. Тоже никто это считать не будет нарушением, так сказать, норм. Поэтому вот это вот наше грань терпения, которое мы постепенно, так сказать, отодвигали, она сегодня позволяет лидерам Хамаса в Газе достаточно широкий спектр действий, которые не приведут к массовой военной операции на территории сектора Газа. То есть, если после 500 ракет в день мы не начали военную операцию, сегодня очень сложно будет ее начать после 200 ракет в день. Состав военно-политического кабинета, он, конечно, влияет на ситуацию, но есть прецеденты. То есть, нам тут же скажут, вы чего? Как вас понимать? 500 ракет вы проглотили, а здесь 50, и вы начинаете военную операцию. То, что называется, прозевали момент. Спасибо. Дорогие друзья, мы беседовали с военно-политическим экспертом Алексом Гальцикером. Программа «Тема дня» подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова